Вопрос такой риторический, но на него надо ответить, себе ответить, потому что мы сейчас двинемся в этом. Как вы считаете, должно ли быть важным для нас то, что важно для самого Бога? И понятно, что каждый ответит, ну да, конечно, если Богу это важно, то мне это, конечно, важно. А в рамках нашего разговора истина о том, что Бог хочет дать нам, дать нам много, а мы не ожидали, да, а мы не ожидали, а мы этого не ожидали. Вот как Галя говорит, я не ожидала, я просто сеяла. И вот это вот должно в нас укорениться, что Бог хочет дать благие дары, пусть это укореняется в нас. Он хочет, чтобы мы были богаты не только духовными благословениями, но и материальными. Его желание, чтобы у нас была и пища, и одежда, и дом, и деньги, и все необходимое для хорошей жизни. Тот же самый пример, Исаак, вспомните его. Бог говорит Исааку, забудь о голоде и будь духовным. Нет, он так ему не сказал, чтобы он забыл о голоде и стал очень духовным, чтобы в этой ситуации он проявил свою духовность. Вместо этого он сказал ему, во-первых, где жить, во-вторых, что сеять, в-третьих, чего ожидать от посеянного. И это тоже своего рода школа такая, чтобы у Исаака во время голода было все необходимое для его жизни, для его обеспеченной жизни. Мы видим, как Бог заботится о материальных нуждах библейских героев. А это наша семья, и у Бога все живы. Вот в наши дни, да, не знаю, как вы это назовете, супердуховность или боязнь этой темы. Многие проповедники, они сосредоточены на проповедях о церковных аспектах, о духовных аспектах. Но мало или ничего, кроме момента пожертвований, не говорят о деньгах. Ну, считай, может быть, что это не духовно. Деньги. Такой же духовный аспект, как и все другие. Мы шаг за шагом, вновь и вновь говорим об этом. Деньги. Такой же духовный аспект, как и все другие. Вот смотрите, когда бедная вдова положила свои последние деньги в храмовую сокровищницу. Вот эти вот две лепты. Иисус же не сказал, женщина, мне не нужны твои деньги. Мне не нужны эти крохи. Все только духовное. Вот твои духовные нужды, твои духовные приоритеты. Вот это все, что меня интересует. Мне нет дела до вот этих вот мелочей, до вот этих вот мелких проблем с деньгами. Не смирись со своим материальным положением. Ведь такого же не было, и мы с вами читаем. Вместо этого он ее хвалит. Он хвалит ее за щедрый дар, за ценный дар. Иисус видит сердце этой женщины. Вот эти две лепты. Две лепты, составлявшие ее дневное пропитание, которые были последними. И Иисус посчитал это приношение существенным даром. Он прямо отметил это. Он сравнил даже с тем, что приносили богатые люди, и что эта женщина отдала все. Сам акт приношения. Сам акт, вот этот шаг, был очень важным шагом, очень важным действием. Ее дар, вот глянуть на это со стороны, если разобрать еще раз, посмотреть на этот пример. Ее дар оказался драгоценнее всех остальных. Несмотря на то, что она принесла совсем мало, очень мало. Даже по отношению к этим богатым людям. Иисус даже позвал учеников и во всеуслышание говорил им о вере, которая проявила вдова, принеся пожертвование в храм Божий. Он даже этой теме, он не только на сердце посмотрел, он не только внутри себя это отметил. Он и ученикам этот пример проговорил. Для Иисуса это оказалось очень важным. А он не делает ничего, когда не видит Отца Творящим или то, что не является ценным для Бога. Вот поэтому, еще и поэтому, вот эта сфера должна представлять для каждого из нас важность. Вот то, с чего мы начали. Важно ли для меня то, что Бог считает важным? Он говорит, я мерую нагнетенную, утрясенную, переполненную, отсыплю в лоно наше. А мы говорим, не-не-не-не, Господь, нет. Нет, я буду благочестивым и довольным. Потому что самое непонимаемое место о деньгах, оно создало очень серьезную твердыню. Когда мы говорили, что корень всех зол есть сребролюбие. Первая Тимофея 6.10. Корень всех зол есть сребролюбие. Вот здесь вот есть сокрыта серьезная ошибка, которую, ну, нас просто ошпаривает это место, чтобы, не дай Бог, не впасть в это сребролюбие. В понимании данного стиха, вместо того, чтобы читать этот стих. Читать этот стих буквально, потому что здесь же не сказано, деньги – это зло. Здесь сказано, корень всех зол – любовь к деньгам. Чувствуете разницу? Здесь не сказано, деньги – это зло. Здесь написано, корень всех зол – любовь к деньгам. А это разные вещи. Хотя многие христиане используют этот стих и свое безденежье сегодняшнее, чтобы вот эту вот веру свою сегодняшнего дня оправдать, слепо веря в то, что Библия называет деньги злом. Вот это ошибка, вот это серьезная ошибка. Господь хочет, чтобы у нас были деньги, чтобы у нас были большие деньги. Отец заботится о наших нуждах. Он знает, что нехватка… Вот давайте открыто посмотрим в глаза вот этим вещам. Что делает вообще нехватка денег? Она провоцирует очень серьезные проблемы. Мы с вами ходим без зубов. Не нужно семипяди во лбу, чтобы понять, что нехватка денег толкает людей на воровство, на скупость. Люди видят нужду, но никогда, никуда или с большим скрипом. Когда у людей нет денег, они буквально умирают от голода, потому что не могут купить себе еды. Замерзают до смерти, потому что не могут, там, я не знаю, снять номер в гостиницу, заплатить за отопление. Библия сама нам пишет, что за все отвечает серебро. Экклесиаст, 10 глава, за все отвечает серебро. Деньги – это не зло и не добро. Вот здесь вот пусть не будет никаких иллюзий. Деньги, как средство, делают лишь то, чего хочет их хозяин. А вот это уже важно. Владелец отвечает за последствия. Деньги служат своему хозяину, не задавая вопросов. Они готовы послужить как на добро, так и на зло, в зависимости от чьей воли? От воли хозяина. От воли того, кто ими обладает. Мы можем сказать, наши деньги – хорошие деньги. Когда мы их тратим, мы их тратим на добро. Мы используем их для распространения Евангелия, для распространения истины о финансах, на нужды своей семьи, на помощь тем, кому, ну, не знаю, повезло меньше, чем нам. Наши деньги – это не зло. Но если деньги попадают в руки злого человека, они будут служить злу. Они будут служить злу. Еще раз повторю, что деньги служат лишь целям хозяина. А хозяин – тот, кто ими владеет. Евангелие от Луки, 12 глава, 34 стих говорит. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если ваше сердце послушно Богу, тогда ваше сокровище, деньги, в буквальном смысле становятся Божьими деньгами. И каждый из нас будет тратить больше денег на Евангелие и меньше на какие-то легкомысленные вещи. Но если говорить про то, что деньги могут служить злу, наркотрафик, порно-трафик, употребление алкоголя – это тоже то, что проплачивается серебром. В чьих руках деньги, таким целям они и служат. В руках мужей и жен Божьих. Они становятся очень полезным инструментом для спасения потерянных душ, для утверждения истины. И вот в этом плане мы принимаем решение верить, что Бог хочет, чтобы у нас было столько денег, сколько мы можем правильно использовать. Давайте скажем «Аминь». Вот это очень важно. Сколько мы можем правильно использовать. Есть каростные интересы, есть стяжательство, есть накопительство. И тогда это не тот формат, когда Бог дает много, но Он смотрит на сердце. И то, что мы сможем правильно использовать, Он и дает в наши руки. А теперь посмотрите на картину вашу в финансовой сфере сегодняшнего дня. Я опять из Живой Библии место прочитаю. Второе послание Коринфянам 9.11. Господь подаст вам так щедро, что вы сможете давать щедро. Вот момент даяния, момент принятия и момент Божьей воли вот в эту ситуацию. Давайте еще один момент рассмотрим. Мы с вами сейчас говорили о том, что деньги это не зло. Зло – любовь к деньгам. Давайте еще раз скажем «Аминь». Аминь. 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 Но неправильная, вот еще одна вещь, неправильное отношение к деньгам может принести серьезный вред. Серьезный вред. Когда мы с вами обсуждаем вопрос о деньгах, ну или любой другой вопрос, исписание. Вот это вот золотая середина. Придерживаться золотой середины, бескрайностей. То, что мы сейчас только что обсудили. Обсудили то, что деньги не являются злом. Сбалансированный подход к этому очень неоднозначному вопросу. Дорогие мои, это действительно очень неоднозначный вопрос. Разные-разные трактовки этого всего есть. Очень хочется быть приближенным к Писанию в этих вещах. Я хочу сейчас сказать, что деньги обладают еще и потенциалом причинить вред, если не мы контролируем их. Если они контролируют нас. А такое бывает. Следуя Божьим наставлениям, они могут причинить нам вред. Если мы их используем, вот только что мы говорили, на плохие и греховные цели. Там транквилизаторы, наркотики, удовлетворение каких-то плотских похотей. Еще раз, по-разному можно посмотреть на разные стихи из Писания. И вот этот вот богатый юноша, богатый юноша, который пришел к Иисусу и задавал ему вопросы, желая служить ему. Иисус сказал ему, чтобы он продал все свое имущество и следовал за ним. Не справившись с мыслью о такой потере. Он сильно опечалился. И вот эта ситуация, я думаю, вы согласитесь со мной, доказывает, что не он контролировал свои богатства. Они контролировали его. Жалко, их много, потерять все. Вот в этом случае деньги не просто причинили вред. Они, может быть, стоили ему, я не знаю, всего, вечности, может быть. Огромных возможностей, которые сокрыты в самом Иисусе. Вот, вот Иисус с одной стороны, а вот контроль финансов с другой стороны. И если мы с вами, зная истины о желании Бога дать нам много, и мы с вами не умеем контролировать деньги в соответствии со Словом Божьим, они причинят нам вред. И здесь уже говорится, берегитесь, если мы не будем управлять деньгами. Они будут управлять нами. Видели такое? Я думаю, не раз. Любовь к деньгам. Примеры библейские. Толкнули Иуду из Криота на предательство Иисуса. Он предал Христа, потерял свою душу за 30 серебряников. Попытка сейчас разбираться с деньгами, конкретно с деньгами, гарантируют ли они счастье? Делают ли они человека евангелистом? Кто-то говорит, я не евангелист. А это еще порой говорит о том, что я недоятель. Потому что евангелие, благая весть, она порой приобретается еще и за серебро. Деньгами можно послужить распространению евангелия. Деньги. Духовная тема. Очень духовная тема. Очень духовная тема. Мы прикоснулись с вами к таким вещам, которые нас будут проверять. Нас будут проверять. И вот эта сфера, ее еще и нужно как бы отзеркалить. Вокруг нас будет окружение. Они будут спрашивать о том, какие мы сектанты и платим ли мы там деньги. И у них свое мнение на этот счет. Смотреть на деньги. Сейчас мы учимся. Как на любой другой инструмент и инструмент, оказавшийся у нас в руках. Посмотреть на финансы, на деньги, как на инструмент. И от того, как мы с вами этот инструмент научимся использовать или не использовать, или вообще не будем прикасаться к нему. Тема запретная. Прикасаться поменьше будем к этим вещам. От этого будет зависеть. Принесет этот инструмент благо или вред? Вот инструмент. Какой инструмент? Электричество. Какой инструмент? Машины. Какой инструмент? Бензин. Я не знаю, взрывчатка, самолет, ядерная энергия, деньги. Ну что, можно перечислять бесконечно? Все это может существенно облегчить жизнь человека. Тем, кто использует правильно. Тем, кто неправильно использует. Или бесконтрольно. Здесь уже ощутимый вред. Способность инструмента приносить благо или вред. Зависит от того, насколько мы правильно его используем, ну и соответственно контролируем. Если мы с вами возьмем косу выкосить траву, это один вариант навести порядок. А если тоже самый косой махать или налево-направо, голову вообще полетят. И ты себе там ногу еще отсечешь. Инструмент. Как использовать инструмент? Деньги. Могут приносить пользу. Но если Дух Божий, живущий в нас, не контролирует их, тогда они способны уничтожить человека. И вот здесь вот важно понимать и важно думать о том, что деньги это что-то такое очень нейтральное, и оно не способно нам причинить зло. Это может причинить нам зло. Еще раз, почему? Если мы с вами не управляем ими, как вот с этим юношей, то оно может стоить человеку вечности. Оно может стоить человеку вечности. Вот две вещи, которые мы с вами сегодня рассмотрели. Даже может быть три вещи, которые мы с вами рассмотрели. Одна из них, то, что финансы, это очень важно. И на основании примера с давой, которая отдала церковную хранилищницу, жертвенник, две лепты. Иисус подчеркнул то, что это важно. Это важно. Это для него было важно. И то, что это не зло, деньги это не зло. Само по себе, есть такая мирская пословица, деньги это зло. Деньги это зло. Слышали, наверное, такое. Ну и то, что в Писании написано, то, что принесло большой перекос в теологии даже по отношению к деньгам. Корень всех зол есть в серебролюбии. Все серебро, где пахнет серебром, где разговор о деньгах. Все это неправильные мотивы. Нам нужно очень много денег христианам. Очень много. Нам нужна лучшая аппаратура для прославленцев. Нам нужны церковные здания. Нам нужна возможность передвигаться, летать, когда Господь поднимает служителя для того, чтобы ехать куда-то, лететь куда-то. Христианское радио, христианское телевидение, христианские школы, христианские детские сады. Нам нужно очень много финансов. И деньги – это не зло. Но неправильное отношение к деньгам может принести вред. Это вот тема нашего сегодняшнего разговора. Достаточно понятные вещи. Но пусть они опять лягут на полочку в наш разум. И наш разум обновляется в этом плане. Чтобы мы эту тему не боялись поднимать. Чтобы мы в рамках этой темы не боялись рассуждать здраво. И если мы с вами даже в рамках сегодняшнего разговора поймем, что финансы – это важно, это не зло. Но очень важно контролировать их, а не так жить, чтобы они контролировали нас. Тогда все будет в порядке. Позвольте Духу Божьему, живущему у нас. Отдайте ему это. Вот мои финансы. Говори, используй, подсказывай. Очень часто это сфера вне Бога. Вне Бога. Я заработал эти средства, и я сижу их распределяю. Вот это на это, это на это. Это на питание. Это на коммунальные платежи. Это на то, чтобы что-то себе новое купить. Ну и в принципе все. В принципе все. Семейные какие-то нужды. Где-то может быть обучение детей. Но сюда не в первую очередь заносится все то, что связано с Божьим Царством. Ну кроме отделения десятины. Это, кстати, в лучшем случае. Иногда и десятина под вопросом. Люди очень сильно ухватились за то, что Богу наши деньги не нужны. Что десятину платить не надо. Очень много людей, которые десятину платить не стали. Зная о том, что мы в Новом Завете, мы под благодатью. А десятина это где-то может быть проекция закона. Но этих десятин в Ветхом Завете было их много. Там на храмовое служение, на левицкое служение, на многие вещи. Их минимум три десятина было. И не об этом речь сейчас. Божье никто не отменял. И даже если у нас в этом были перекосы, неправильный взгляд. Давайте вернемся вот здесь вот на правильное основание. Царство Божье, кроме его святых, не снабжает никто. Только мы в состоянии двигать Царство Божье. И Господь располагает наши сердца. Деньги эти перетекают. Они работают. Где-то Господь полагает на сердце какие-то вещи. Вот как сегодня говорила Лена. Что Господь положил на сердце посеять в человека. Мы даже порой не знаем, почему нужно в этого человека сеять. Господь побуждает. Он показывает человека, и в него надо сеять. Есть варианты, когда люди вырастают под опекой определенных служителей. Они очень много получают от них по жизни. Очень много. И, допустим, какие-то истины открываются. Люди проходят через исцеление, через освобождение. Становятся в служи... Но никогда! Такое может быть. Ни рубля в этих служителей человек не сеял. Такое даже есть. И речь даже не о том, что есть те, кто служит, а есть те, кому служат. Речь не об этом. Речь о том, что... Что мы имеем, что мы имеем с вами, чего бы ни дал нам Господь. Когда мы начинаем анализировать, мы понимаем, что и вера Божья, и благодать Божья, и мудрость Божья, и спасение от Него, и дыхание в наших ноздрях от Него, и призвание от Него. И наше сегодняшнее здоровье от Него, и наши мамы, и папы им избраны, и наши дети из Его руки Он дает дыхание жизни. И Писание говорит, что ты имеешь, чего бы тебе не дал Господь. Все Он. Поэтому нам очень важно понимать, что Господь именно в этой сфере имеет для нас сказать. Чтобы и нас обогатить, и Царство Божие ни в чем бы не нуждалось. И чтобы правду Божью соблюсти. Правду Божью соблюсти. Много таких вещей. Давайте на сегодня вот эту тему завершим. Еще раз напомню наши ключевые стихи, на основании чего мы с вами сегодня вели этот разговор. Говоря о том, что финансы это важно, мы брали пример с женщиной, которая все свое дневное пропитание положила и отнесла в храм. Финансы это важно. Иисус это отметил. Что на основании первого Тимофея, шестая глава, десятый стих, корень всех зол, сребролюбия, христианству вошло очень серьезное твердыня, когда о финансах замолчали или стали говорить о том, как о большом зле. Но Господь напоминает через Экклесиаст. За все отвечает серебро. Экклесиаст 10. Основные места Писания. И еще возьмите для себя, пометьте второе послание Коринфянам 9.11. Я читала из живой Библии, что Бог дает нам так щедро, как вы сможете давать щедро. И здесь мы говорили с вами о том, чтобы у нас было столько денег, столько средств, столько финансов, сколько мы с вами сможем правильно использовать. Чтобы не они над нами взяли контроль, а мы над ними взяли контроль. Потому что неправильное отношение к деньгам может принести серьезный вред. Вплоть до потери спасения, как вот с этим богатым юношей. И давайте скажем Аминь. 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 Мы еще с вами будем говорить о деньгах. Не сегодня, мы еще с вами поговорим о деньгах. А сейчас мы оставим 10 минут для того, чтобы с вами немножко пообщаться. Как обычно, я задаю вопрос в команду. Я сама эти вещи пережила, когда я готовлюсь к этим вещам, к урокам. Я переживаю внутри себя, не в плане волнуюсь, а в плане жить, прожить, понять, осознать, как это работает во мне. В какой позиции я нахожусь. И все время вот эти вопросы будут звучать. Что вы поняли из этого урока? К чему Господь направил ваш взор? На что Господь направил ваш взор? Что стало определяющим, самым главным из этого разговора? Может быть, есть какие-то выводы из этого разговора уже пока, но свежо. Это вот важно очень обратную связь дать. Пожалуйста, кто первый. Анастасия, могу сказать. Настя, пожалуйста. Я слышно, хорошо. Ну вот конкретно из этого урока вот ощущение власти. Власти над деньгами. Вот прям с начала урока и до конца. То есть не то, что вот нехватка, вот будет ли, не будет ли. Нет. Ты тот, кто определяешь. Ты тот, кому деньги приходят с определенной целью. Вот для меня вот это было очень важно. Да, да. И мать, и пицель. Да, спасибо. Аллилуйя. Слава Богу, Анастасия. Очень хорошо. Еще, пожалуйста. Смелей. Да, прям говорим. Потому что осознать, поговорить с собой и озвучить это, это важно. Сказать, что в сердце стало, откликнулось, это важно. Смотри. Да, Галина. А у меня вот такое пришло, что вот когда придет урожай, а урожай придет большой, я так почему-то начала верить, что урожаи придут большие, нужно следить особенно за своим сердцем, чтобы оно не начало прилипляться к ним. Чтобы вот эта щедрость, сеяние, она просто приумножалась. Потому что Господь ей дает и семя для сеяния, и для пропитания. И, скажем, на этом его забота о нас, его законы, они не перестанут действовать в нашей жизни. И какие бы ситуации ни были, на сегодняшний момент нет работы, там какие-то проблемы с деньгами, чтобы наша рука, она, скажем, так же щедро давала и сеяла и ожидала. Аминь, аминь, Галя, аминь. Потому что есть такие разговоры о том, что вот эта вот острая нехватка сегодняшнего дня, она не позволяет человеку давать. Вот когда у меня будет много, тогда я начну давать. Но если с малого, совсем маленькие-маленькие какие-то суммы человек не в состоянии дать. Я же вам приводила пример, когда пришел миллион, а я не могу отдать сто тысяч. Я такими цифрами не жила, у меня рука не поднимается. Это пришло ко мне, оно не мое. Мне это пришло. А я в таких цифрах никогда не жила, я жила в маленьких цифрах. Вот оно, вот то, о чем говорит сейчас Галина, что сердце, сердце наше расширится должно под этот поток, расширится в понимании, что не они контролируют, а мы контролируем. И что когда придет большое, чтобы мы легко смогли уже учились отдавать. Это очень серьезная наука, она не придет вот сиюминутно. Сейчас пришли большие финансы, и мы с вами готовы быть щедрыми на всякое доброе дело. Нет, мы так же и будем пока мыслить теми маленькими цифрами, к которым мы привыкли. К которым мы привыкли. Аллилуйя, очень хорошее замечание, спасибо, Галина. Еще, пожалуйста, еще голос был. Екатерина Придихина еще хочет высказаться. Екатерина. Я просто, Оль, с вами полностью согласна, потому что я сегодня с самого утра продумала про расширение границ нашего сердца, потому что я анализирую как бы свое, ну то, что я отдаю в жизни, да, то есть в принципе тут, ну что имею, то и отдаю. Тут особо жалеть-то нечего, особо ничего и нет, да. И я уже давно очень думаю про одну цифру, очень большую, то есть у меня таких денег нету и не было, в руках я их не держала, и я бы хотела пожертвовать. Но я понимаю, что я бы могла их пожертвовать, если бы это была десятина той суммы, которая мне необходима. И мне даже сегодня говорила в церкви про себя Богу, что Господь, проверь мое сердце. То есть мне самой даже интересно, то есть вот сейчас какая есть, ну как бы я уверена, что я отдам. Это большая сумма, что я смогу отдать, да, то есть вы говорите вот миллион. И как бы, да, сто тысяч, это уже тяжело отдать, это сумма еще больше. И я понимаю, что на сегодняшний день границы моего сердца, они, и даже, наверное, мышления, они пока не способны принять эту большую сумму. Я способна принять сумму там, ну, до десяти тысяч рублей, да, допустим, и, соответственно, отдать такую же сумму я могу. Но пока мой мозг, я вроде верю, я надеюсь, 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 верю разные вещи. Не то, что это может прийти в мою жизнь. Но, например, поверить в то, что сейчас кто-то мне благословит миллион, я, к сожалению, не могу, а очень хочу. Вот, и сегодняшний урок, вот он прям меня ввел в очередной раз в эти размышления, опять сегодня с самого утра я об этом думаю, про расширение вот этих границ мышления нашего сердца, для того, чтобы поверить в то, что в жизнь могут приходить совершенно другие суммы. И ты можешь благословлять уже не тысячу, не пятьсот рублей, да, а совсем другого формата деньги, вот. Да, Катя, да, Катя, это очень важный разговор. И вообще это оказалась очень важная тема. Эта тема, когда выстроилась, ну, понятно, интересная тема, ну, понятно, что не так часто в рамках этой темы люди находятся долго. Из урока в урок, из урока в урок, и, может быть, не так много материала на то, чтобы шаг за шагом двигаться в этой теме. Само по себе интересно поговорить на эту тему и какое действие это произведет. Но то, что оно произведет действие, а мы же сейчас говорим о том, что оно производит действие, даже те свидетельства в рамках нашей команды, наш 17 человек, ну, чуть больше, чуть меньше на площадке появляется. И когда целая команда благословляет одного человека, а человек никогда не получал никакие финансовые вливания, он только отдавал. О, что происходит с человеком? Мы сами свидетельства эти слышим. Это очень сильно умиляет сердце. И что-то там топится, что-то там поднимается. И, я не знаю, готов всех обнимать, целовать, и любви много становится, и благодарности, и какие-то ласковые слова на устах, и ценность команды вырастает, и так далее, и так далее. Но мы только начали. Мы еще долго об этом говорить будем. Что еще Господь произведет в нас и через нас? Готовьтесь, мои дорогие. Не зря эта команда движется в этой теме. Еще одного человека можно послушать, и я потом уйду в площадке. Еще один человек, если есть желание. Я хотела сказать, что вот эта фраза, что деньги зло, она как-то, ну, вот, переросла ко мне. Ну, вот это было такое, что действительно. И сейчас вот она получила полное разрушение, что не сами деньги зло, а деньги, это, ну, правильно, что деньги только инструмент. И кто этими деньгами владеет? И как им распоряжается, и это приносит вот это вот зло. И как, вот, знаете, поставить такую вот эту грань в своем сердце, чтобы не прикипеть, а иметь вот эту мудрость, световаться с Духом Святым в распределении этих финансов, в понимании вообще вот этого вопроса. Потому что вопрос такой глубокий, такой вот глубинный просто. Я никогда не думала, что эта тема, ну, разворачивает такие вот и цепляет за душу. И вот мотивы разные, как положительные, так и отрицательные. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо Господу, да. Спасибо, Таня, за этот комментарий. Мы будем меняться, мы готовы меняться. Слава Богу. Дорогие, мы сейчас завершим. И в молитве я попрошу Галю Крисанову завершить молитвой. И очень прошу, пожалуйста, благословите меня. Через 10 минут мне преподавать на апостольской школе. И тут много таких нюансов. Я нуждаюсь в молитве, благословении команды. Пожалуйста, Галя, и мы завершим. Очень мы благодарим тебя. Ты трудишься над нашими сердцами. Ты так глубоко заходишь и поднимаешь все, что негодное на свет, и удаляешь это из наших сердец. Ты хочешь, чтобы мы обогатились всякую благодатью в тебе. И мыели довольство во всем и всегда, и были щедры на всякое доброе дело, чтобы царство твое распространялось во все стороны. Ты трудишься над нами. Ты расширяешь наши сердца. Господь мой, мы благодарим тебя. Мы поклоняемся тебе, великий и чудный Бог, и просим тебя, Дух Святой, уложите твои истины в наши сердца. Глубоко, глубоко. Господь мой, аллилуйя. И пусть все посевы, они принесут огромный урожай по Слову Твоему, потому что Слово Твое неизменно. Благослови нас всех, Отец, во имя Иисуса Христа. А мы благословляем Ольгу, нашего наставника, нашего пастора. Благослови. Дай мудрости ей, Господь мой, сейчас. Дай водительство Твоего сейчас. Наполни ее славою Твоею и действием Твоим. Дай слово мудрости и слово знания, Господь мой. Дай пророчество для всех, кто будет ее слушать. Мы ее благословляем. Обильно благослови ее, Господь мой, сейчас. И употреби для славы Твоей, для назидания народа Твоего, чтобы, Господь мой, ученики были наставлены и научены на Твоей истине. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте скажем аминь. 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 Дорогие друзья, мы сеем в этот раз. И вы сами видели по потоку, который был в прошлый раз. И этот человек, Галина Крисанова, команда, получите очередной послой, Господа. Галя, все для вас. От Бога в этот раз. Спасибо.